Здравствуйте, уважаемые садоводогородники! Меня зовут Русских Иван, и вас приветствую на канале Иванова Наука. В сегодняшнем выпуске мы поговорим с вами, как быть в ситуации, если колорадские жуки, эти колорады, ну никак не хотят сдаваться, никак не хотят сдыхать. В предыдущих выпусках я уже говорил о том, что колорадские жуки нередко обладают очень сильной устойчивостью к широчайшему спектру разнообразных инсектицидных синтетических препаратов, которые предлагают нам садовые центры и магазины, и они попросту неэффективны. По этой причине я, например, прибегаю к биологическим мерам борьбы, использую препараты на основе Баверии, например, такие как Профит Баверия, и также применяю препараты на основе Бациллюстуренгиенсис, такой, например, как Тур-КМЕ. Кроме того, я использую нехимические меры борьбы, это использование медсодержащих препаратов, одновременно которые подавляют развитие и фитофтороза, и альтернариоза картофеля. Также я использую составы на основе жидкого стекла, которые, образуя кристаллики силикатов на поверхности листьев, делают эти листья неблагоприятными для поедания жуками. И жуки, так сказать, подкусывают немножко эти посадки, но не оказывают никакого вреда с точки зрения урожайности и экономики. Но если все-таки, несмотря на какие-то предпринимаемые меры, вы все же обращаетесь, ну у вас площади, может быть, очень большие, и вы все же обращаетесь к помощи синтетических инсектицидов, вот в этом выпуске я познакомлю вас с одним очень-очень простым способом определить, являются жуки ваши устойчивыми или чувствительными к применяемому препарату. Я не раз, не раз просто сталкивался с тем, почему и делаю этот выпуск, что люди пишут, а октарой обрабатывала там или обрабатывал никакого толку, вот этим препаратом обрабатывал никакого толку, как ползали жуки, так и ползают. Наверное, препарат подделка, но на самом деле не подделка, это могут быть устойчивые жуки, но в любом случае вы можете испытать свой препарат, является он поддельным или неподдельным, с помощью вот этого очень простого метода. Метод заключается в следующем. Вот я буду испытывать здесь один из простейших препаратов, который называется Интавир. Это довольно старый препарат, контактный, перитроидный препарат, который, ну, в общем, в свое время очень хорошо работал в отношении колорадского жука. Значит, для того, чтобы воспользоваться этим методом, необходимо сделать рабочий раствор. Вот у Интавира рабочий раствор – это одна таблетка на 10 литров воды. Вот я парциально делаю небольшое количество раствора, обмакиваю туда обыкновенную салфетку бумажную и укладываю в банку. Можете брать литровую, можете брать пол-литровую, какую хотите, такую и берите. И укладываю на дно в эту банку эту салфетку. Потом иду на поле и ловлю жучков, да, жуков и их личинок. Ну, мне одной рукой не так удобно снимать и ловить, но в конце концов я наловил их, ну, где-то 10, ну, максимум 15 штук на банку. Пополам жуков и личинок необходимо собрать и посадить в эту банку. Если речь идет о системных препаратах, то примерно через 20 минут, если препарат является эффективным, то здесь жуки и личинки все окочурятся. Если речь идет о контактно-кишечных препаратах, вот как у меня, Интовир, то в этом случае здесь можно подождать и целую ночь. В любом случае, для того, чтобы там не заморачиваться относительно, какой у меня препарат, такой, сякой, там природу его изучать с этого препарата, просто запихните их на 12 часов, ну, на ночь, да, вот днем сделали, на утро посмотрели. Если жуки и личинки ваши вполне благополучны в этой банке, то от использования этого препарата надо отказаться и попробовать другой препарат на основе другого действующего вещества. Ежели здесь все жуки и личинки подохли, то это означает, что препарат более чем эффективен в отношении популяции тех жуков, которые заселили ваш огород, ваш картофельник, и, как следствие, вы можете обязательно им работать. И сразу скажу, что если популяции жуков у вас в огороде являются трудно искореняемыми, то испытайте сразу как минимум два препарата, чтобы их чередовать разных групп, да, там, неонакотиноидный, октара, например, и тот же энтовир, это будет контактно-кишечный. И вот для того, чтобы делать чередование, как только опять жуков много появилось, обработайте одним, а потом другим, для того, чтобы не вызывать у них привыкания к одному и тому же препарату. Что ж, вот такая простая штука, которая поможет вам не тратить деньги зря, не тратить время зря, не надежды не испытывать на то, что какой-то очередной новомодный препарат вам поможет. Испытали, посмотрели, помогло прекрасно. Не помогло, испытывайте следующий. Таким образом, ваша картошечка будет сохранена от жука. А вообще, используйте биологические методы, методы нехимической борьбы, которым устойчивости у жуков вообще не бывает. В крайнем случае, чередуйте их. Чередуйте обработку инсектицидами с обработкой тем же жидким стеклом, имеется держащими препаратами и так далее. Максимально делайте нервы этим жукам, чтобы с вашего участка они ушли и никогда не вернулись. На этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи!